Я в 83-м году попал в доклад Академика Углова, где он и написал, идет война алкогольная, и все, кто еще не пропил стыд и совесть, вставай на защиту своего народа. Привел все цифры, я не поверил, у меня глаза на лоб. Я впервые из доклада узнал, что сухой закон 11 лет был, я и тоже был уверен, что все пили, пьют и пить будут, и так далее. Я проверил цифры, цифры правильные. Я посмотрел на судьбу родной деревни в Алтайском крае. Ее наполовину в 83-м году убили алкоголем, сейчас уже совсем убили эту, в мою родную деревню убили. Я посидел, подумал, взял в баре все коньяки, шампански, все, что там было, на глазах у изумленной жены, а жена врач у меня, я вылил все в унитаз и сказал, никогда в моем доме ни грамма этой отравы больше не будет. Я молодой русский парень, мне было 33 года, интеллигент своего народа, да я прекрасно понял, кому надо, чтобы я эту отраву культурно сидел и лакал. Я понял, что я молчать не буду, чего бы мне это не стоило, а стоило это многого. Я людям пойду рассказывать, что эти сволочи удумали над нашим народом сотворить. Но я также и понял, что первый вопрос, который мне зададут, слушай, а сам-то ты как пьешь? Наверное, культурно, умеренно. Научил бы нас алкашей культурно пить, и проблему бы решили. Так ведь научить-то невозможно, это же наркотик, понимаете? Президент Ельцин спился. У нас четыре академика в Новосибирском академгородке, безобразнейшим образом спились, точно так же спиваются, как рабочие колхозники. Разницы нет, есть организм и наркотик. И вот с тех пор я уже 31 год веду трезвый образ жизни. В семье нет алкоголя. Жена подергалась, подергалась. Ну, куда денешься? Перешла тоже на трезвый образ жизни. А тут выяснилось, что и дети... Да, ну, конечно, знаете. Медики – это самая дремучая в этом смысле аудитория, понимаете? Медики и педагоги – это очень тяжелая аудитория. Они же думают, что они все знают. Кстати, я, увы, спрашивал, у меня один знакомый, студент закончил мединститут. Я говорю, слушай, а что вам про алкоголь? Рассказывали что-нибудь в мединституте? Он думал, думал, говорит, вроде на пятом курсе, вроде какой-то профессор сказал, что при каком-то заболевании вино полезно. За семь лет ему вот сказали про алкоголь, что где-то что-то. То есть они даже не в курсе, что это яд, наркотики, что его наркотические свойства и прочее, прочее. Все нормально, все, мафия там, балл свой справила. И более дремучих людей в области алкоголизации, чем врачи нет.